Трофея Укроповская Трофея Укроповская Трофея Укроповская Трофея Укроповская Эти Группа, разведгруппу. В них с магазином. А вот граната. Понимаешь, что? Вон она. Он даже чеку не дернул, потому что у него на одной руке нет. Ну, вон, вон, вон. А, вон граната. Граната выкинула. Так, ты посмотришь. Подожди, это какой стрелок? Какой стрелок? Без руки который? Это тот, который лежал, тот дальше, напротив этого, на ногах, который лежал. Ну, пожалуйста. Капитан-лейтенант. Капитан-лейтенант. Ловушкин Дмитрий Витальевич. Это, как я понимаю, военный билет офицера. Да. Тернопольская область, Кременец. 86-го рождения. Ужас, такой молодой. Для чего шел сюда воевать? На поезд ввели. 21 числа ему ехать. 21 числа уезжать. Краматорск. Одесса. Ух ты. Ну, вот видишь. Направление. Одесса, Горловка, Краматорск. Дата часа выдвижения 21-го 1-го 2015-го. 12-31. А, 01-ое? Это он приехал. Это он приехал. 01-ое. Ха, парни, ну, Краматорск приехал с Одессы. Он 21-го януаря приехал на войну. Ну, вот он, Дебальцевский, сектор Ц. Телерадиокомпания Бриз. Капитальный театр, Парфенюк, Павел Васильевич. Заступник. Я не понимаю, тут Бандера сколько-то базара. Войнекорреспондент? Да, телерадиокомпания Бриз. Так и там на них Бриз много написано. Это завалили мы капитана лейтенанта Лобушкина Дмитрия Викторовича, редактор радиотелекомпании Министерства обороны Канни Бриз. Это журналист. Как так получило его разведку? Его с разведкой ездили. Значит, его разведка возила и, наверное, хотели вывезти или что. Поэтому он приехал какого-то 21-го января 2015-го. И делал репортажи здесь о Дебальцево. Рассказывает, что Дебальцево не в кольце.